Анатолию Есину 91 год. Он живет на Первомайском проспекте в доме номер 63 с момента его основания. Тогда получить квартиру почти в центре города было настоящим подарком. Здесь раньше были волейбольная площадка, баскетбольная площадка. Зимой заливали каток, были столики и скамейки. Было полно ребятник, которые здесь гуляли. Сейчас дому больше 50 лет и своего двора у него фактически нет, как и у двух соседних 12 этажек. Это место заросло вековыми лопухами, а единственная лавочка превратилась в ночлежку, куда приходят спать люди с вокзала. Выйти и негде присесть, негде даже. Вот сейчас стоим и пришлось на дом присесть. Ноги уже плохо действуют. Много лет назад на месте заросшей площадки был частный дом. Его давно снесли, а запахи от выгребной ямы до сих пор радуют прохожих и учеников, которые каждый день проходят мимо нее. Ведь двор и школа имеют общую территорию. Как рассказала нам директор, граница школьного участка проходит по черному забору. За этой тонкой полоской ухаживают ученики, а остальная зеленая зона перешла под контроль дирекции по благоустройству города и получила номер 11. За него отвечает Валентина Ивановна. Она нам сказала, говорит, я готова предоставить вам и лавочки, и детские площадки. Но куда ставить? То есть, вот там у нас живут бомжи, там свалка, здесь школа. Я просто предлагаю отгородить школьную территорию, а все остальное привести в порядок. На многочисленные письма председателя дома Веры Деевой администрация реагирует одинаково. Обещают решить вопрос в кратчайшие сроки. Однако, годы идут, а ситуация не меняется. На этом проблемы дома не заканчиваются. В прошлом году здесь впервые за более чем 50 лет начали делать капитальный ремонт. Но под программу не попали пристройки. Это отдушина бывшего бомбоубежища, которое используют сейчас под магазины. А вот эта башня, это башня бывшей котельной бомбоубежища. И ремонтировать ее не хотят. Мы просим, чтобы ее демонтировали. За год она дала огромную трещину и крен. Жители дома боятся, что она в любой момент может рухнуть на голову прохожим. Они надеются, что администрация города прислушается к их проблемам. И такие простые и необходимые каждому вещи, как прогулки во дворе и личная безопасность, скоро станут доступны и им.